Всем доброго дня и прекрасного настроения. Настал тот самый интересный момент. Решил расплавить свой полученный осадок, который получил в предыдущих видео золото из компьютера. Сейчас установлю этот осадок вместе с фильтром в этот графитовый тигель, который я сделал в прошлом видео и попытаемся расплавить этот осадок. Я все подготовил, даже подготовил расцвет, азотную кислоту набрал специально. На случай того, если сейчас он расплавится, хотя бы в капельку, сразу сюда его брошу, потому что в азотной кислоте золото почистится, станет желтеньким. Сейчас лишнюю бумагу уберу только края, потому что, чтобы меньше было все-таки бумаги, закидываю и начинаю плавить. По сути, это продолжение моих видео последних. Так, лишние края подрезал, чтобы меньше бумаги было. Собираем его в кулек такой, в комочек аккуратно. Ничего не про этого у нас не прошло. Просто кидаем его сюда, в тигель. Хотя лучше вот так вот прямо над тиглем делать, он рассыпается иногда, фильтр. Он же в кислоте был. Так, вот так вот устанавливал, его прямо сжимаем туда. Бумага сгорит, металл соберется на самом дне. Знаете, бору, наверное, добавлять не буду. Сейчас не хочу с ней связываться. Осадка мало, чтобы лучше это контролировать. Как есть, так и сделаю. Так, ну и устанавливаем его в печь. Так, включаем муфельную печь. Накрываем крышкой. Так, сейчас. Ну вот, заглянем через 3 минуты. Посмотрим, что уже там происходит. Будем так же действовать, как в последнем своем видео. Каждые 3 минуты включать, выключать на 15-20 секунд. Чтобы спираль работала приемлемо и не перегорела. Так, первые 3 минуты прошли. Но я, наверное, пока не буду отключать. Еще 3 минуты подожду. Потому что дымит, видите. Вот. Скопился газ. Бумага только сгорела. В общем, разогрев еще только начинается. Пусть. Через 3 минуты отключу на 20 секунд. Первые 5-6 минут прошли. Так. Отключаем на секунд 15-20 муфельную печь. Посмотрим, тигель уже раскалился, нет? Хотя бы до красна. Ну да, вот уже начал, видите, краснеть. Почему-то я заметил, сейчас утро. У меня утро. Утрами почему-то энергии в сети как будто меньше. Непонятно, в общем. Не так быстро греет, как вот уже там после обеда. Почему, не знаю. Может, предприятие начинает работать, напряжение в сети падает. Но все равно тигель уже разогрелся. Тогда еще 3 минуты, пусть пройдет. В принципе, сейчас разогрев идет, наоборот, такой хороший, плавный. Даже не надо сильно это регулировать. Прошли еще дополнительно 3-4 минуты. Разогрев увеличился. Смотрим. Ну, видите, уже до желтого цвета разогревается. Так, пусть постоит сейчас 10 секунд. И снова включу. Так, заглянем, что там у нас. Уже прошли еще 3 минуты. Ну, еще греется. Все уже ярко-желтое. Разогрев идет такой умеренный. Как я сказал, напряжение в сети не сильно высокое почему-то утром. Так, пусть еще тогда греется минуты 3, как минимум. Так, заглядываем еще раз. Ну, уже почти все. Еще минут 5 максимум. И все расплавится. Так, ладно. Так, прошли еще минут 5. Выключаем печь. Я думаю, все расплавилось. Сейчас вытащим и посмотрим. Торопиться особо не надо. Можно даже подождать, чтобы он там сейчас остыл. Ну, все горит аж адовым огнем. Ну, ладно. Можно открыть и достать. Стрелять тенгель. Срываем крышки. Горячая. Так, сейчас пусть остынет. Очень горячо. Так, с первой попыткой осадок не сплавился. То есть, из-за того, что много бумаги оказалось, он спекся. Весь осадок остался в тигле. Я вот добавил буру немного, для того, чтобы при второй попытке бура расплавится. И весь осадок, который там есть, а его немного, тоже расплавится. И соберется в капли на самом дне, в центре. Так как тигель полуовальный, ничего не испортил. Просто вытащил сейчас. Спираль держится нормально. Сейчас подожду. Печь остынет. Часа 3-4 надо. Не хочу ее сильно так, не то, что там травмировать, а чтобы вот эти орычки не поплавились у меня снова. Пусть она остынет. Спиралью я не ошибся. Ее хватит разов на 8, наверное, еще. Тигель держится тоже нормально. С ним все в порядке. Я уже посмотрел. Получен осадок такой темно-коричневый. Его не сильно много. Но он весь остался на месте. То есть, ничего не разлетелось. Вот, печь остыла. Закинул на второй раз. Поставил тигель. Сейчас бура начнет плавиться. Ну и со второго раза, я уверен, что сейчас расплавим этот осадок. Золота получится немного, но сейчас расплавлю. Так, заглянем на шестой минуте. Тигель уже должен разогреться до красна. Да. Ну, в принципе, дело пошло. Будем дальше плавить. Так, 9 минут прошли. Посмотрим. Ну, хорошо. Разогрев идет уже. Так, еще тогда. Сейчас, чуть-чуть подержу. Так, можно включать. Я заметил вот такими рывками, включать-выключать, печь работает очень хорошо. И не надо никакой регулятор. То есть, достаточно 10-15 секунд отключать каждые 3 минуты, и все нормально. Так, еще 3 минуты прошло. Посмотрим. Уже все такое яркое стало. Ну да, видите, как сильно разогрелось уже. В принципе, уже почти все расплавилось. Сейчас еще 3 минуты, и буду вытаскивать все. Как видим, в обед напряжение выровнялось, почему-то стало мощнее, стало сильнее греть. Если я утром плавил, не очень-то она так быстро разогревала почему-то. Я говорю, утрами я заметил, почему-то напряжение в сети меньше. Не знаю почему, в общем-то я не собираюсь разбираться. Но сейчас греет быстро. Так, ну в принципе, я думаю, все расплавилось, потому что я уже помешал, посмотрел. Сейчас достанем тигель. Посмотрим, что у нас там получается. Все сильно разогрелось, очень. Ну да, вот он там, жиденький такой вроде бы он. Так, накрываем крышечкой. Так, мы-то пока сюда умираем. Он скатился в шарик. Знаете, если осадка была бы больше, я вообще на 100% был бы уверен. Но тут еще и, как его, идет... Надо не забывать этот самый бура. Сейчас она еще стынет, очень горячая. Я ее достану, вот в азотную кислоту сейчас сразу брошу, посмотрим, что у нас вышло. Как мы видим, шарик скопился. То есть, если даже сейчас ничего там почти не будет, то это только об одном говорит, что осадка была очень мало. Тогда просто надо плавить в больших объемах, не так, конечно, мало. Он еще, в общем, мягкий. Пусть тогда остывает. К тиглю ничего не прислало, и, как мы видим, в капельку собирается. То есть, если реально будет золото там нормально, существенно, то вот так вот, точно в такую же капельку он соберется, как сейчас вот. То есть, умно все придумано, тигель работает на 100%, держится нормально, ему пофигу. Это основная моя цель, потому что я собираюсь заняться исследованием породы разной. Там у меня результаты были куда лучше с компьютерами. Я, наверное, уже связываться не буду. Это я делал, может, для тех, кому это может понадобиться. Потому что у некоторых этого хлама очень много, но информации нет, как что это сделать. Так, ну-ка, можно я его взять? Это что, он мягкий до сих пор такой. Бура. Похоже, большая часть еще бура. Пусть это остынет. Он еще мягкий. Сейчас пройдет минуты три, я его достану. Так, прошло где-то две минуты. Вроде все остыло. Вот, примерно, что у меня получилось. Ну, только золото почему-то я не вижу. Какой-то уголек получился сплавленный. Ну, это бура. Так, не знаю, нам бросить сюда пока в азотку, может быть. Если золота не будет, то я не то что расстроюсь. И вот там, в принципе, мало было, поэтому... Ну, так, сплавиться легко, если вот на такой кусочек насобирать. Ну, это, конечно, не из пятнадцати компьютеров. Это, знаете, штук, наверное, надо пятьдесятых переработать. Так. Ну, он что-то появляется, желтенькое появляется, появляется, появляется. Смотрите. Сейчас он по этой, побудет. Что-то появляется желтый вон. Сплавилось, но как-то не так прям, как цельный кусок. Сейчас посмотрю. Вот он побудет. В азотке. Появляется, вообще-то, желтый цвет. Если это такой кусочек, блин, я, наверное... Песок, вон, выделяется, сплавленный, золотой. Действительно. Такой мельчайший песочек. Короче, цельным куском не сплавился, а таким, знаете, песком, мелким порошком золотым. Там вот начинают они выделяться. Ну-ка, сейчас. Вон он, уже видите, в центре вот этот вот, возле этого кусочка. Его мало, правда, но вон это. Видно, что золото желтенькое. С него сыпется как бы. Сейчас сфокусирую. Вот, видите. В общем-то, золото выделилось, сплавилось. Но его там было так мало, что это куром на смех просто. То есть не в таких объемах плавит. Надо его подкопить с компьютеров с 50, с сотни. Тогда будет нормально, существенно. А так он просто не может нормально сплавиться в один комочек. Сплавился вот, ну. Так, ну ладно, я сейчас его подержу часа 3-4 в этой. Это, кстати, неразбавленная азотная кислота. И потом станет ясно. Может, его еще потолчу немного, то есть, чтобы он рассыпался. И посмотрим. Я его попробовал немного потолочь. И смотрите, видите, вот в этом месте, вот, кажется, получилась такая капелька золота металлическая. То есть, тогда сейчас я его, наверное, поставлю, пусть покипит в этой кислоте азотной. То есть, вот этот шлам, все, оно, в принципе, рассыпется, растворится. И посмотрим уже более наглядно, что там получилось. То есть, золота было мало, как я и говорил. Но все-таки получилось, он сплавился. Если бы его чуть-чуть было больше, вообще, тогда было бы все прекрасно. Ну ладно, все равно все получилось. Мельчайшие золотинки, везде он плавает, их много. Но они такие меленькие, как порошок. Сейчас ставлю на плитку, и пусть покипит часа 3. Поставил на плитку. Сейчас начнет кипеть. И вот это вот темненькое пятнышко, это и есть, по-моему, так самая капелька нашего золота. Она должна будет осветлеть и стать желтенькой. Все остальное, там, в перемешку со шлаком идет тоже много золотого песка. Но он такой меленький, чтобы практически камера даже не может сфокусировать, чтобы показать цвет. Так вот, вот близки видны кое-где, что все-таки желтые. Так, и по поводу серебра. Я обещал, что расплавлю серебро, так у меня серебро продолжает еще выпадать, хлорид серебра. Вылил раствор вот в такую емкость. И хлорид серебра продолжает собираться снизу. Он почему-то выпадает медленно. Я думаю, из-за повышенной концентрации разных примесей, также и кислоты. Я у нас солнышко выставляю, он уже почти половина выпарилось все. Так, хорошая новость заключается в том, что азотная кислота растворяет, похоже, вот эту самую буру. То есть, все, что там есть, мы сможем, наверное, наглядно посмотреть сейчас. Покипит, может, даже и часа хватит. И посмотрим, что у нас там получилось все-таки. Будет хотя бы капелька. Хотелось бы, чтобы была хотя бы капелька золота, которую можно было бы в руках подержать. Думаю, вам было бы приятно на это посмотреть. Ну ладно, пусть еще, он еще даже не закипел. Пусть греется еще часа два-три. Я добавил еще немного кислоты. Уже кусочек почти наполовину растворился в азотной кислоте. Этот раствор, это грязь какая-то, это не золото. Потому что здесь, в принципе, в основном только осадок золотом был. Поэтому золото не может раствориться в такой кислоте. Это когда детали травишь, она иногда растворяется. Я вижу вон там капельку. Она должна осветлеть вот прямо здесь, как раз, с краю. То есть капелька золота получилась. Пусть еще растворяется часик. Потом посмотрим. Он уже вон активно так стал шипеть. Сейчас, наверное, даже, может, даже минут 20-30. Ну я прокипячу подольше, чтобы все отстало, чтобы чистый кусочек получился такой. Так, прошло некоторое время. Полученный самородок полностью растворился. Осталась вот такая вот капля металлического золота. Как мы видим, кислота закипела. Пусть еще покипит час. Я уже вижу в некоторых местах желтизну. То есть потом посмотрим, песок вон рядом плавающий, золотой песок. То есть не все слилось в одну каплю. Опять же говорю, из-за количества. Если было бы чуть-чуть побольше, все нормально было бы. Но он уже вон желтеет такой. Сейчас еще покипит часик. И все будет нормально. В общем, все равно все получилось. В таком маленьком объеме расплавить, это практически не просто стопроцентный результат. Наверное, это самый лучший результат из всех. Потому что расплавить одну ложку такого порошка, это проще. Расплавить в таком объеме, это трудно. Но все получилось. И я лишний раз доказываю, что это золото. Так, пусть это кипит еще час. А потом уже достанем и посмотрим. Так, раствор уже кипит больше часа. Хочу поменять кислоту. Эту сливаю аккуратно. Прям так беру просто раз. Горячая. Надо взять перчатки потолще. Взять перчатку. Так, и аккуратно выливаем. Золото там останется. Слили. Так, и добавляем новую кислоту. Так, ставим горячее. Вот уже желтый кусочек видно. Хороший такой кусочек получился. Бусинка, как я и говорил. Ну и песок мелкий. Так, пусть еще покипит часик в чистой кислоте. Потом хорошо промою и покажу уже. Так, кипит уже больше часа. Проверяем. В принципе, желтея уже не будет, чем есть. Вот. Это азотная кислота, чтобы все знали. Как видите, медь реагирует просто бешено. Даже не буду больше проверять. Так, убираем пока что. Видите, кусочек золота на дне не растворяется, но тут крупинка. Сливаем это сюда. Промываем водой и смотрим. Так, пробываем водой. Ну вот, песок золотой и остался на дне с крупинкой. Так, сейчас аккуратно сливаем. И еще раз. Так, все растворилось, все, что не надо. Только золото осталось. Вот она, эта крупинка. Так, сейчас. Добавляем воды. Вот он, наш самородок. А вот сколько еще писка получилось с ним. Видите, желтенький. Честно, я доволен результатом, потому что, я говорю, сплавить в таком объеме маленьком, это нереально газовой горелкой. Оно разлетится и все. Но я все-таки сплавил. Вот она, этот кусочек золота. Напоследок подведем итог. Вот какая золотая бусинка получилась. Чуть больше спичной головки. Такая большая. Также золотой песок, видите. Тоже мелкий. Я это все уберу на хранение. Вот сколько золота получилось с тех 15 материнских плат. И поверьте мне, там больше нету. Я все выработал на 100% качественно. Спасибо всем за внимание. Если понравилось видео, ставьте лайк. А на этом конец. Субтитры сделал DimaTorzok